Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Все-таки попросить вас прокомментировать теракт в Грозном. Давненько мы не получали из Грозного подобного рода новостей. Ну, строго говоря, таких новостей не получали совсем, потому что, если я правильно понял в сообщении информационных агентств, то террористу 19 лет. Да, он молод, да. И это новое поколение. Это не те, кто там мстил за 94-й год или даже за 2002-й. Это совсем-совсем новое поколение людей. И это, я боюсь, что это проявление неблагополучных процессов. Беусловно, там нужно дождаться следствия, выяснения результатов и так далее. Но это уже проявление социальных последствий, которые идут в самом чеченском обществе. Которые идут не в России, а которые идут в отдельно взятой Чечне. То есть, многие философы говорили, что потребности человека не сводятся к деньгам. И когда Чечню залили деньгами, то некоторые говорили, что потребности Чечни тоже не сводятся к деньгам. Одним. И похоже, что вот это вот знак того, что да, одних денег для рая недостаточно. Николай Иванович, вот не так давно мы обсуждали угрозы представителей исламского государства в адрес России, дескать, под дожжем Кавказ. Тогда эксперты говорили, что короткие руки у исламского государства. Там не сегодня-завтра прилетят американцы их бомбить. Как фамилии экспертов, если не секрет? Я не помню уже сейчас, да. Понятно. Хороший эксперт. Дело в том, что ИГИЛ создан американцами. Если американцы будут бомбить часть ИГИЛ, то другую часть они при этом будут финансировать под столом. Насчет руки короткие, ну, исламский фундаментализм очень серьезная вещь, и он может маневрировать и деньгами, и людьми по закрытым каналам достаточно свободно. Так что руки, может быть, они и короткие, но они уже здесь. И здесь достаточно давно. Но что касается именно этого теракта, я бы сомневался, потому что с точки зрения взрыва Кавказа, строго говоря, весь остальной Кавказ более привлекателен, чем Чечня. Потому что в Чечне это проблема чеченских властей. Однозначно. Во всех остальных других республиках Северного Кавказа, и, кстати говоря, в Ставропольском крае, это проблема федерального центра. И этническая, так сказать, проблема в Чечне, наверное, это единственное место, где, ну, вот вместе с Ангушетией, где этой проблемы сейчас на сегодняшний день нет. Эта территория, так сказать, освобождена. Ну, то, что это внутренняя проблема, вот этот теракт, внутренняя история Чеченской республики, говорит хотя бы тот факт, что это произошло в день города, который в Чеченской республике совпадает с новорождением. Такое случайное совпадение. Вот, ну, совсем не факт, это день массовый, так сказать, массовый праздник, где много людей на улицах, наоборот, чтобы показать беспомощность властей, чтобы подчеркнуть, чтобы их унизить. Именно в такие дни это подобного рода мероприятие организуется. Кстати, в субботу Курбан-Байрам начался, а у всех мусульман, и это тоже. Да, мы в Москве это заметили. Пощечина. Вот этот теракт, безусловно, пощечина в том числе и всем мусульманам. Мне очень понравилось, как в Турции прошел Курбан-Байрам. А как он там прошел? А очень забавно. Ни в одном туристическом месте ни один турист вообще ничего не заметил. И, так сказать, в Аланье народ даже стал спрашивать местных, местной власти, а что, собственно говоря, происходит. Вы что, не празднуете? Ответ был потрясающий. Мы, конечно, празднуем, но мы не хотим создавать малейшего неудобства туристам. Поэтому мы празднуем это без публичной манифестации. Вот в Турции мусульмане не хотят создавать неудобства туристам. А в Москве мусульмане хотят продемонстрировать, насколько я могу судить свою силу москвичам. И это проблема, с которой нужно разбираться. Потому что если с ней не разбираться быстро, то через некоторое время мы получим Майдан. И не Евромайдан, а исламский фундаменталистский Майдан. Давайте раз о внутренних делах говорим, Михаил Иванович. Историю со Створопольским нападением местных авторитетов, по-другому не скажешь, на человека, которого уже привезли в больницу. Вот я, если честно, не ожидал, что такой будет реакция губернатора. Значит, приехать, отдать приказ. Нас арестовали несколько десятков человек, уже предъявлены обвинения. Хотя, казалось, даже по тому, как отнеслись к этому несчастному, забитому до смерти в больнице, я имею в виду тот факт, что ему полчаса проходили, да. Я не ожидал такой реакции. И тут вот на тебе арестовали, даже, возможно, посадят. Даже, возможно, тех, кто реально виноват. Во-первых, как минвозы стояли на ушах. Там ОМОН было столько, я смотрел фотографии, такое ощущение, что это был город оккупированный, я уж не знаю кем. Ну, если не мусульманами, то марсианами, наверное. Вот. Но нужно еще учесть, что преступники, насколько я могу судить, армяне. Да, ну, большая часть. То есть, это не та диаспора, которая осуществляет экспансию Ставрополь, которая сейчас захватывает, которая длительно уже времени, насколько можно судить, захватывает Ставрополь. То есть, это, скорее, те, кого будут вытеснять оттуда во вторую очередь. После основной части, так сказать, населения. И поэтому первая реакция была задавить всех, кто пытается защитить свое право на жизнь, как это было в Сагаре и в других местах. Но потом, поскольку преступники принадлежали к, ну, скажем так, не главной диаспоре данного региона, очевидно, губернатор счел себя в силах, ну, по крайней мере, пойти навстречу жителям. Но у меня были знакомые на курортах Ставропольского края, то, что они рассказывали, но, в общем-то, я никому не посоветую туда ехать. Потому что это просто агрессия на бытовом уровне. Хорошо. Михаил Геннадьевич, получается, что разговор о нефти и о рублей и о долларе мы с вами начнем уже после выпуск новостей. А давайте сделаем прокладку из вида новостей, чтобы... Ну, все-таки тема другая. Вот одна из главных новостей дня сегодняшнего заключается в том, что президент России подписал закон, который разрешает в 2015 году направлять дополнительные нефтегазовые доходы, предназначенные для пополнения резервного фонда, на покрытие дефицита бюджета. Этот документ размещен на официальном сайте правовой информации, на который ссылается агентство «Тартас». Возможно... Но при этом в бюджете заложены 7 миллиардов долларов внешних займов каждый год, при том, что эти займы заведомо не нужны. Ну, вот это тоже вопрос, Михаил Геннадьевич. Для чего нам столько денег? Для чего нам планировать расходы дополнительные, если у нас и, возможно, от 2014 года деньги останутся? Час Делягина. На радио «Консомольская правда». 17.17 в российской столице. «Консомольская правда» прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин у нас в гостях. Говорим... Начинаем говорить о нефти. Итак, Михаил Геннадьевич, вы считаете, что... Да, точнее, не так. Вы действительно считаете, что нам, например, в следующем году могут понадобиться 7 миллиардов долларов дополнительных денег, которые мы должны привлечь на внешних рынках? Спасибо же. У меня пока нет высокой температуры. Я себя хорошо чувствую. И более того, судя по реакции окружающих, они верят в то, что я психически здоров. И поэтому я в этом не сомневаюсь тоже. Так что нам не понадобится 7 миллиардов долларов внешних займов в следующем году. В том числе по очень простой причине. Допустим, что сегодня рубль будет не 39.98 по официальным данным Банка России, по официальному курсу, а просто 40. Значит, 7 миллиардов – 240 миллиардов рублей. А в федеральном бюджете на сегодняшний день без движения валяется 8,5 триллионов рублей. Зачем вам брать взаймы 200, эквивалент 280 миллиардов, когда у вас в кармане 8,5 триллионов? Незачем. Ну, просто незачем. Ну, тогда вопрос, зачем нам вообще говорят о том, что мы можем начать брать в долг? Это что, неужели... Это заложено в бюджете. Другое дело, что Минфин может эти деньги не взять, но это будет нарушение бюджета. Нарушение закона бюджета. Иногда нам говорят, что у нас, так сказать, люди, которые сидят в министерстве, они пессимисты. Они исходят из самых неблагоприятных прогнозов. Они сейчас вообще совсем, что ли, так сказать, ниже плинтуса, нашу экономику опускают? Нет, нет, нет. Они лежат, они есть физически. Так что, нет, самый неблагоприятный прогноз, дело даже не в этом. Дело в том, что один из реальных приоритетов, насколько я могу судить, Минфина, по крайней мере, один из реальных приоритетов бюджета, это почвение спекулянтов, которые, так сказать, паразитируют на займах. Вот у вас есть, условно, 8,5 тысяч рублей. Да, это хорошо. Столько есть. Столько есть. Но в следующем году вы возьмете у иностранцев 240 рублей, ну, я беру, 280, извините, я беру, так сказать, в масштабе, чтобы из этих, за эти деньги еще заплатить проценты по лишним кредиторам. Вот ради этих процентов, да, если брать, так сказать, этот масштаб, то это немного. Если брать те миллиарды долларов, которые предполагается взять, это очень приличная сумма, которую мы заплатим. Это деньги, которые вытащены у нас из кармана, потому что нам придется брать кредиты, которые никому не нужны. Когда спрашиваешь людей, а зачем, начинают рассказывать туманные, простите, туманные слова, относительно поддержания рынка займов, поддержания инфраструктуры займов, но это детский сад, это детский лепет, потому что если страна с хорошим кредитным рейтингом хочет взять взаймы, ей дадут все равно, без разницы, брала она в прошлом году или нет. Хорошо, а так получается, мы хотим дать на наших деньгах возможность заработать каким-то, ну, европейским, будем говорить так, финансовым институтом, которых мы... Европейским, азиатским, азиатским, тем самым славным ребятам, которые против нас вводят санкции. Тем самым. Мы, значит, ой, а мы обижены, мы боремся за суверенитет, мы уже, там, полтора десятилетия встаем с колен в никем публично не называемую позу, мы страшно, так сказать, боремся против наездов на нас, но при этом мы совершаем абсолютно ненужные действия, бессмысленные действия, мы несем убытки для того, чтобы эти самые ребята обогатились за наш счет. Молодцы, красавцы. Хорошо, вопрос задавать вам, вопрос, почему мы это делаем, я полагаю, смысла особо нет, потому что ни вы, ни я, мы не знаем, почему это делается. Я думаю, я думаю, это гипотеза, что в нашем правительстве достаточно много людей, которые искренне считают, что российская государственность должна служить не какому там народу, там, ватникам и колорадам, которых нужно сжигать заживо, а глобальному бизнесу. И когда мы просто так позволяем этому глобальному бизнесу на себе нажиться, то мы тем самым выполняем свое всемирно-историческое предназначение, мы являемся сырьем, мы являемся навозом, на котором произрастает прибыль благородных донов и господ. Вот, я думаю, что вот это такова позиция значительной части, к сожалению, нашего руководства. Обосновать это по-другому, не обсуждая вопросов медицинских терминов, я не могу, потому что глупых людей в нашем правительстве не держим. Это достаточно давно. Смотрите, Михаил Иванович, нам говорят о том, что объем внутренних заимствований в нашей стране в следующем году составит те же 280 миллиардов рублей. То есть получается, что кому-то внутри страны государство тоже даст на себе заработать. Вопрос, кому? Крупным банкам, инвестиционным компаниям, разного рода фондам. Ну, пенсионный фонд, я думаю, тоже вложится. Это не обидно, это перекладывание из одного кармана в другой карман. Правда, с существенными потерями на административные издержки. Очень существенными потерями. Но в целом, понимаете, это такая грустная история, потому что ведь значительная часть наших крупных банков, она живет за счет прямой поддержки федерального бюджета. Это нонсенс, потому что банки должны поддерживать Банк России. Он банк банков по определению. Он их должен кредитовать, содержать, их помогать. С какого перепоя федеральный бюджет занимается рекапитализацией банков? Ну, вот, например, в конце августа 239 миллиардов рублей государственных, то есть наших с вами денег, было направлено на поддержку. 25 получил Россельхозбанк и 214 с лишним получил ВТБ. Зачем? Если у них критическое финансовое положение, пожалуйста, пусть Банк России им даст кредит, пожалуйста, под залог акций, пусть он войдет в капитал, пожалуйста, миллион разных операций. Зачем из наших денег финансируют госструктуру, которые ведут себя полностью как коммерческие организации? Зайдите в это, он не выполняет социальные функции. Зайдите в Россельхозбанк. Ну, может быть, он там помогает фермерам, но опять-таки это помощь за счет того, что государство субсидирует часть процентной ставки. 6 миллиардов долларов в начале сентября Медведев подписал решение. Значит, во время кризиса 2008-2009 года федеральный бюджет разместил деньги на бюджетных депозитов в ВЭБе. То есть он не дал им денег в капитал, не дал им денег на совсем, но он им дал, положил деньги на депозит, чтобы все могли оперировать этими деньгами. С какого перепугу федеральный бюджет вместо пенсионеров, бедных, нищих, хорошо, офицеров ФСБ, без вопросов, органов госуправления спасают банковскую систему при живом банке России. Я этого не понимаю вообще. Ладно, хорошо, в 2008 году была катастрофа. Могу подробно рассказать, как это происходило в лицах. Там была катастрофа. Спасли, хорошо. И ВЭБ заставили вернуть досрочно этот депозит. Тоже правильно, потому что нечего пользоваться. Он возвращает, и в начале сентября товарищ Медведев подписывает распоряжение о том, что на 6 миллиардов долларов оставить ему эти средства. Зачем? Ну, если у ВЭБа нет денег, пусть ему Банк России прокредитует. Это же своя единая банковская система. Нет, нужно за счет налогоплательщиков. Зачем? Вообще, это недоразумение какое. И теперь может получиться дивная ситуация, когда правительство Российской Федерации из федерального бюджета кладет деньги в капитал, скажем, ВЭТБ, сегодня. А завтра он выбегает на рынок и смотрит, у кого бы взять денег. Слушайте, что ВТБ один из лучших российских банков. Так нужно же брать у лучших, а не у худших. Верно, так. И оно будет брать свои же собственные деньги, только что отданные ВТБ в капитал бесплатно будет брать в кредит. Ну, ВТБ, понятно, это условность, да? Это может быть и Россельхоз, это может быть и ВЭП, и что-то еще. Это безумие, это нонсенс, это нелепость. Все для спекуляций, все для финансовых спекуляций. Так, здесь, в общем, можно уже начать держаться за голову. Давайте переходим, перейдем к еще одной интересной теме. Там тоже не все гладко. Нефть в середине минувшей недели опустилась до минимума, по-моему, за год последний. 91,5 доллар, это минимум не за год. Это минимум за значительно больший промежуток времени. За много лет, по-моему, с 2011 года это минимум. Потому что после 2011 года все время было 105 и выше. И в среднем она болталась на 110, стояла беспрецедентно стабильно и беспрецедентно высоко. Значит, сначала о том, какая динамика. В прошлом году по итогам первых, не в этом году, извините, по итогам первых девяти месяцев цены снизились всего-навсего на 2,5%. Но очень интересная динамика. В июне, они выше были, чем в прошлом году, в июне в конце был достигнут пик смесь бренд-смесь. Ну, хорошо, давайте Юрлс, потому что она более важна для нашего бюджета. Юрлс достигла 114,7 доллара за баррель. Это рекорд. С конца 2008 года. В июле она на 2,5%, на 2,6% меньше, чем в июле прошлого года. В августе на 9% меньше. В сентябре меньше уже на 13,5%. При этом, если брать условно 22 июня по конец сентября, то она снизилась на 80 с чем-то процентов, а за первые 2 октября еще на 6. А почему мы поговорим после рекламы. Час Делякина. На радио Комсомольская правда. 17.32 в российской столице вы слушаете радио Комсомольская правда Михаил Геннадьевич Делякин. У нас в гостях доктор экономических наук. И снова здравствуйте. Да. Расскажем, Михаил Геннадьевич, чем мы занимались пока новости шли. Политические анекдоты мы рассказывали друг другу. Какие мы... Ну, какие ж это анекдоты. Владимир Владимирович Путин впервые за все годы своей работы на высших должностях взял отгул на свой день рождения. Приятно, что человек наконец освоился на должность. Да, действительно. Но, кстати, неужели раньше он и правда не брал отгулы и отпуск? Раньше был, по-моему, такой трэш все время, что как-то не до этого. Не до отгулов, да. У нас, правда, тоже трэш продолжается. И даже хуже к масштабу, чем раньше. Поэтому отгул всего на один день. Ну, туда-обратно. Ночь туда, ночь обратно. Нормально. Так. Вот я бы в сибирской тоже бы порыбачил. Да. Расскажите этот анекдот про сибирскую случай из жизни. Но если это случай из жизни, рассказывай, Михаил Геннадьевич. Хорошо. Вообще, это будет интересная история. Я готов в это повести. Дело было на Алтае. Рассказывали мне местные жители в Алтайском крае. Значит, захотел товарищ президент плавить рыбку на большой, на большой реке. На большой реке охрана забраковала, потому что, ну, кругом горы, там кто-то спрячется, ну, нельзя обеспечить безопасность. И, значит, перебазировали его на укромный приток, где горни такие высокие, стоят поближе, можно все проконтролировать. Нормально. Проблема, что приток очень мелкий, 5,5 метра. И, не дай бог, удилище воткнет вертикально вниз и станет ясно, что вода мутная, поэтому не видно. Но, тем не менее, обошлось, порубавил, все хорошо. Значит, уехал, охрана сидит, значит, расслабляется, потому что действительно безумное напряжение для охраны, вот контролировать дикую природу, где непонятно что. В городе хоть понятно, а это вообще чужеродная среда. И вот, значит, в сопочке спускается такой мужичок в треухе, телогрехи, с берданочкой, и говорит, слушайте, мужики, ну, что, вправду, это Путин был? Ну, естественно, как положено, да ладно, мужик, какой тебе Путин, привидел, смотри, здесь уже, так сказать, трое суток теряем, никого лишнего не было. Да не, мужики, ну, правда был Путин? Они уже на смех начинают поднимать, мужик обижается, говорит, да ладно, что, телевизор не смотрел, сам только что в прицел с горы видел. Слушайте, да, второй раз слышу эту историю, ну, правда, смешно, и действительно, очень, очень похоже на правду. Похоже на правду. Ну, Сибирь, друзья мои, что тут поделать. Михаил Иванович, давайте вернемся к разговору... Вернемся к нефти, вернемся к нашим баранам. То есть, если брать смесь Юрлс, значит, конец июня, 114,7, начало октября, 92,2 доллара за баррель, даже конец сентября, 92,2 доллара за баррель. Ну, бренд-смесь, которая каждый день считается, и вообще каждую минуту считается, там она падала до 91,5, сейчас, правда, немножко выровнялась, с 92,44, вот прямо сейчас смотрю с компьютера, по состоянию вот на сейчас, 16,49. Извините, на 50 минут назад, 50-минутная давность. Но, все равно, это мало. В биржет заложен этот год 93 доллара за баррель, средняя цена Юрлс была больше 105, то и все в порядке. Но перспектива неблагоприятная. Когда начинают на этом фоне рассказывать, что в следующем году нефть будет 100 долларов, и в последующем году, в 2016-м, тоже нефть будет 100 долларов. Верите в это с трудом. И вы будете смеяться, в 2017-м она тоже не изменится, и будет 100 долларов. Мужки, у вас курсор заел на компьютере. Других причин я придумать не могу такого рода. Прогнозы, это издевательство над здравым смыслом, и, между прочим, от страны тоже, потому что страна по этому бюджету теоретически обязана жить. Так что, к глубокому сожалению, нефть начала дешевить. Почему? Значит, диверсия американцев, давайте сразу закроем эту тему, Обама хотел сделать диверсию, съездил в Саудовскую Аравию, оттуда вернулся без каких бы то ни было достижений, потому что у саудитов порог бездефицитности, ниже которого бюджет будет дефицитен, поднялся за считанные годы с 80-90 долларов за баррель. И когда там разного рода западные эксперты рассказывают саудитам, что они прекрасно проживут и при 80 долларов за баррель, саудиты это трактуют как диверсию против себя. Так что умысла здесь нет. Есть два объективных фактора. Во-первых, малозначимый фактор. В Америке сланцевая революция. Зависимость, добывается не только сланцевый газ, но и сланцевая нефть. Зависимость от импорта нефти за считанные годы упала вдвое, в 60-30%. В этом июле впервые за 40 лет демонстративно они осуществили поставку первого танкера с нефтью в Южную Корею. Правда, у них запрет на экспорт нефти законодательный продолжает действовать. И как наши замечательные нефтяники поступают, они эту, наши нефтяники называли нефть скважиной жидкостью, они называли среди для производства нефтепродуктов. Ну, нефть такая тяжелая, с примесями, но тем не менее экспорт начали. Соответственно, баланс спроса-предложений в мире изменился. Но нефть самый спекулятивный рынок мира, цена нефти. Поэтому влияние на нее, на ее цены спроса-предложения слабенько. Там все спекулятивные капиталы мира. И вторая значимая вещь, это мы приближаемся к глобальной депрессии и, соответственно, глобальных спекулятивных капиталов перестает хватать даже на поддержание самого спекулятивного мирового рынка. И похоже, что с нефтью начинает происходить то же самое, что было с ценой на золото, которое достигло 1900 долларов за тройскую унцию. Вчера была 1190, сегодня еще не смотрел, извините, пожалуйста. 1190, то есть она упала на 1,55 раза. И за буквально пару месяцев она упала на четверть с 1600 до 1200. В целом, падение затянулось, но вот такое падение было резким. Там сыграли глобальные спекулянты в главе с товарищами Ротшильдами. И, кстати, тоже в конце сентября начали играть. И, может быть, вот этот вот нырок цены в начале октября это их работа. Но в целом общая тенденция понижательна, потому что мы приближаемся к глобальной депрессии, и денег начинает не хватать в мире. Несмотря на то, что все печатают эти деньги как одержимые, как иголтелые, они все равно сгорают раньше, чем успевают куда-либо прийти. Если мы предположим, что рынки спекулятивного капитала начнут обрушиваться, но такие апокалиптические сценарии попробуем написать, что произойдет с ценой на нефть, которая, в отличие от несуществующих денег, абсолютно реальна, и, самое главное, она действительно нужна для экономик крупных и... Здесь я должен сказать, что наше правительство и банк России, о которых я привык вообще относиться к ним крайне критично, они проявили себя хорошо. То есть, они уже проработали стресс-тест, что делать, если будет 60 долларов за баррель. На самом деле, 60 долларов за баррель не будет, это может быть только в пике достичь такого уровня на 1-2 дня, ну, на неделю, как осенью 2008 года был достигнут уровень 34 доллара за баррель, как в 1998 году был достигнут уровень 8,8 доллара за баррель. Вот в прыжке можно достичь, но на сколь-нибудь значимый период времени такой цены не будет, будет выше. Просто потому, что это означает потеря чудовищных, потеря практически всех денег, которые вложены в нефтедобычу в последние 5 лет. Они все вкладывались в добычу на неудобие. Вопрос себестоимости это все-таки вопрос существенный. Но нужно понимать, что мы потеряем довольно много денег. Относительно наших сегодняшних доходов. И если мы будем проводить сегодняшнюю политику, когда всеми силами устраивается денежный голос в стране, мы будем похожи на человека, который купил Мерседес, но у него нет денег на то, чтобы купить бензин к этому Мерседесу, его заправить. А вот если мы начнем модернизировать страну, если мы начнем приспосабливаться к новым правилам, если накопленные деньги мы будем направлять не на подарки разного рода олигархам, а направлять на развитие инфраструктуры, на изменение делового климата, на улучшение повседневной жизни, то в этом случае мы вообще не заметим, что нефть куда-то упала. Да, топ-менеджеры крутейших компаний заметят. У них, может быть, даже бонусы сократятся в два раза. Извините, я не буду называть величину этих бонусов. Да, что вы, назовите, пусть страна должна сдать своих неплохо зарабатывающих представителей. Во многих компаниях бонусы превышают миллион долларов для вице-президента. Сформулируем это корректно. Понятно. Вот. Понимаете, вот они получат в два раза меньше, ну, может быть, им будет очень обидно, может быть, им будет очень горько, может быть, им будет очень неприятно. Но это будет правильно. Потому что есть деньги, которые можно заработать, есть деньги, которые может получить гений за великое изобретение, но обычный, хороший, эффективный, пусть даже топ-менеджер должен зарабатывать на очень хорошую жизнь, да, он может зарабатывать даже на сказочную жизнь, но не как голливудская звезда, извините. Так, сейчас у нас снова приближается к нам выпуск новостей и рекламный блок, а в следующей части эфира мы поговорим о прогнозах на показатель инфляции, с которым выступила Эльвира Набиулина, поговорим о сегодняшних... Может, девушку пожалеем, она хорошая иногда. Не, ну мы просто скажем, так сказать, ретранслируем заявление госпожи Эльвира Набиулиной, а также поговорим о газе, потому что газ, а точнее поставки газа на Украину сегодня тоже обсуждались в правительстве Российской Федерации, в правительстве России, и сейчас уже активно обсуждаются экспертами и на Украине, и в нашей стране. Ну и еще несколько таких заметных экономических событий попросим Вас, Михаил Геннадьевич, прокомментировать. Давайте попробуем. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. 17.47 в Москве. Комсомольская правда. Мы продолжаем. Доктор экономических наук Михаил Делягин. Меня зовут Антон Чалышев. Михаил Геннадьевич, дальше что будет с ценами на нефть? Они будут, я думаю, медленно, плавно снижаться, но неравномерно. То есть чуть-чуть опустятся, потом подскочат, потом еще опустятся. Но в целом для нас, для нашей экономики, и 80 долларов за баррель это вполне комфортный уровень. Просто нужно, извините, ограничить коррупцию, ограничить произволы монополий. Но мы прекрасно понимаем, что это вряд ли будет сделано столь же быстро, сколь быстро упадется на нефть до 80. У нас страна не институциональная. У нас страна подражательная. И источником морали, норм поведения является поведение начальника. Если наши нефтяники поймут, что руководство страны действительно считает, что норма прибыли должна быть разумной, это не разговор на публику, а это глубокое внутреннее убеждение. Знаете, я думаю, что цены на бензоколонках обвалятся рубля на 4 точно, а то и на 5. Ну, это уже серьезное, серьезное удешевление. Так вот, Михаил Григорьевич, еще раз, мы прекрасно понимаем, что, ну, даже, например, по процессу господина Сердюкова, мы понимаем, что иной раз политической воли, ну, может, ну, не хватить на то, чтобы по-настоящему начать бороться с коррупцией и прочее, прочее. Хочешь жить, хочешь, как это, знаете, как было сказано в фильме «Особенности национальной охоты» по поводу коровок, который оказался в бомбалюке. Не так раскоряешься, да, захочешь жить. Да, захочешь жить, еще не так раскоряешься. Так вот, Михаил Григорьевич, учитывая, что мы очень не любим корячиться, что произойдет, а, в случае дальнейшего снижения цены на нефть, пусть плавного, но неравномерного, ну, с рублем долларом? Если будет продолжаться, нет, значит, рубль будет обесцениваться в любом случае. Насколько? Есть виден пока нижний предел? Нет, пока не видно, по крайней мере, до Нового года, я думаю, в первое время после Нового года он будет меланхолично снижаться. Но, опять-таки, очень неравномерно, то есть он будет периодически укрепляться, потом слабеть и опять. Почему? По двум причинам. Есть причина фундаментальная, базовая. Страна задыхается под бременем коррупции, произвола монополий и еще и присоединения к ВТО на абсолютно кабальных условиях. Да еще и правительство Медведева категорически не хочет заниматься модернизацией на деле, а не на словах. Помните, Буцефал не выдержит двоих, а у нас ведь Буцефал не может выдержать четверых. Коррупция раз, монополизм два, ВТО три, нежелание заниматься развитием четыре. В результате единственный способ избежать экономического спада – это обесценение рубля. Девальвация подстегивает скотинку, пока она еще совсем не сдохла. Понятно, что девальвация имеет чудовищные социальные последствия, импорт дорожает, рост цен, обеднение людей и так далее. Поэтому девальвация идет полными. Первая волна была в начале года, сейчас мы находимся в разгаре второй волны. А теперь это то, что должно быть, то, что по-честному должно быть, и к этому, в этом отношении к Набирону никаких претензий быть не может. Но есть другая вещь – как проводить нужную девальвацию. Но если проводить ее для экономики, для страны, для той самой скотинки, что она совсем, так сказать, не сдохла, нужно делать большую девальвацию в один день. Как в 8-м году это делали, ну, или в несколько дней. В один день сделали казахи, очень быстро делали поляки, очень быстро делали норвежцы. Почему? Потому что девальвация – это неопределенность, это разгул спекуляции, это паника. У нас девальвация делается не для страны, а для спекулянтов. Медленно, мучительно растянутого времени, с наихудшими социальными последствиями. В первой половине этого года, в начале этого года девальвация шла более двух с половиной месяцев. А сейчас мы находимся в разгаре. Я думаю, что сейчас она остановится. На короткое какое-то время, потому что доллар вплотную подошел к 40 рублям. Ну, 39,98 сегодняшний официальный курс Банка России. Ну, извините, сейчас он переползет в 40 или не переползет в 40. Я думаю, что какое-то время он зафиксируется на этом уровне. На 9, по крайней мере. Но, объективно, если не сделать ничего, значит, чтобы не было спада, нужно заниматься девальвацией. Вот мы находимся в этом состоянии. Можно ли сейчас делать прогнозы относительно того, как изменится, например, уровень покупательской способности населения в следующем году? Он падает с лета прошлого года. Он падает. И нет никаких признаков того, что он перестанет падать. Во-первых, он падает из-за ухудшения общей конъюнктуры. Во-вторых, он падает из-за роста цен, которые официальный индекс инфляции не ловит. Уж да простит меня Росстат. Когда Набирюна сказала про 8% инфляции, ее просто никто не понял. И, в-третьих, извините, не будем забывать, что потребительские кредиты, время потребительских кредитов очень высоко. Люди берут кредиты, чтобы расплатиться с другими кредитами, погружаются в эту пучину все дальше. И это, к сожалению, тоже фактор серьезный. Что касается 8% Набирюна, ну, вы знаете, не хочется говорить нехороших вещей, но я думаю, что сотрудники Банка России должны не просто подарить своему председателю калькулятор, но, пожалуйста, кто-нибудь, научите ее пользоваться калькулятором. Я понимаю, что требовать от Банка России в нынешней нашей стране нормального экономического образования, знания хотя бы основ экономической теории, это непростительная роскошь, это издевательство, но калькулятором она может пользоваться. У нас по состоянию на 1 октября, по итогам сентября, первые 9 месяцев инфляции 6,3%. Инфляции сентября 0,7%. Учитывая эффект от девальвации, учитывая негативный санкционный эффект, которого можно было избежать легкость и применить голову, у нас голову не применили, инфляция в октябре, в ноябре, в декабре, даже официальная, сильно заниженная, теоретически не может быть ниже сентябрьской. То есть она в среднем будет не ниже 0,7%. Это уже означает, что просто тупо перемножить на калькуляторе, извините уже за это слово, по итогам все равно будет больше 8%. Так что, господа, подарите госпожине Бюллине калькулятор, чтобы она, извините за это выражение, но у меня других слов нет, не позорила Банк России. Так, президент России сегодня, точнее, сегодня вступил в силу закон, отменяющий ежегодные послания президента, бюджетные послания президента. Это правильно, потому что у нас есть общее послание президента, есть бюджетные послания президента. И они, на самом деле, друг друга отчасти дублируют. С другой стороны, что такое бюджетное послание президента? Это Минфин делает проект бюджета, согласовывает по ведомству, а потом президент это озвучивает. Что у нас министр финансов говорить не умеет? У нас председателя правительства нет. Президент занимается стратегией, это его работа. Хозяйством занимается правительство, это его работа. Почему президент должен оглашать бюджетное послание, при том, что бюджетом занимается не он? В критической ситуации, да, в критической ситуации в стратегическую сферу входит и бюджет тоже. И я думаю, что сегодня как раз стоило бы президенту этим заняться. Но пока, очевидно, руководство считает по-другому, что у нас нет критической ситуации, она будет в следующем году. Поэтому пока президент этим не занимается. С другой стороны, ну а зачем президенту брать на себя ответственность за заведомо бредовый, извините за это выражение, бюджет? Когда бюджет сверстан с завышенной цены нефти, которая в ближайшие три года не будет меняться. Зачем человеку позориться? Причем позориться не в тех решениях, которые он сам принимает, а в тех решениях, которые он, ответственность за которые он делегировал. А теперь он должен ее принимать на себя. Так что и с политической точки зрения содержательно это решение правильное. Другое дело, что было бы неплохо, чтобы у нас был реальный бюджет, а чтобы у нас было правительство, которое занимается развитием, а не, с моей точки зрения, словоблудием. Но, наверное, слишком многого хочу сидеть в этой теплой, уютной студии. Михаил Иванович, еще одна тема, у нас буквально две минуты. Сегодня Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Алексеем Улюкаевым и Александром Новаком. Давайте о господине Новаке поговорим. Речь шла о ситуации в газовой сфере на территории Украины. Если коротко, то на Украине не хватает 9-10 миллиардов кубометров газа, чтобы нормально пережить приближающуюся зиму. А, да, это удивительно. Это удивительное явление природы. А наши вдруг выразили готовность забыть о долге. Там чудовищный долг, там долг, который они газ потребили и не оплатили, больше 5 миллиардов. А еще, там, чуть ли не 19 миллиардов долларов, это газ, который они должны были взять. А правило «бери или плати» очень жестко. Если вы газ не выбираете, то вы все равно за него должны платить. Вот мы про это все готовы забыть, и на условиях предоплаты, слава тебе Господи, должны опять, готовы опять поставить, значит, нацистской хунте столько газа, сколько им нужно. Ну, вы знаете, а простите, пожалуйста, а если они у себя газовые печи заведут, чтобы людей заживо сжигать, колорадов и ватников, интересно, «Газпром» тоже будет туда им газ для этого поставлять? Или все-таки застесняется, какую-то фирму прокладку в Словении откроют, чтобы не напрямую нацистам продавать газ, а через кого-то? Но в целом на переговорах в Минске одна простая душа с юго-востока Украины, господину Зурабову, послу Российской Федерации в Киеве, сказал, «Ну вы-то, Михаил Георгиевич, как представитель украинской страны, ну что он так себе, он людям так показался». У меня вопрос, а господин Новак, он министр топлива и энергетики какого государства? На этом вопросе мы прощаемся с доктором экономических наук Михаилом Делягином. До встречи через неделю. Час Делягина. На радио «Консомольская правда».